Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Помнишь, давным-давно мы с тобой разговаривали на тему какую прелигию создать новую к чему привлечь внимание людей чтобы они забыли обо всем на свете и мы тогда с тобой пришли к тому что самое крутое это сегодня инопланетяне и это та тема, которую если впулить в массы то тут же падут мийцы, начнут молиться, плюс начнут выделять на это деньги на войны, на исследования, на дружбу, на все подряд. И критическое мышление у людей будет полностью выключено в ноль. Причем еще тогда мы с тобой, когда обсуждали эту тему, мы говорили, кому бы поверили те, кто будет пулять эту тему, чтобы массы поверили. Если в средние века покажи голограмму на небо Святой Девы Марии или из облаков собери что-то, напоминающее ангела-архангела, и уже падают мийцы и молятся. Так вот, как это в современном обществе может произойти? Для этого надо, чтобы человек уважаемый произнес в серьезной обстановке. То есть идеально это человек военный, которому доверие в форме дурное просто произнес в условиях присяги, под присягой. Ну и тогда мы ржали, но не прошло и полгода, там или год, и это случилось. Да, вроде как, да. Случилось, что уже под присягой какие-то два человека военных. Уже дали показания, что действительно инопланетяне существуют. И что давно с ними контакты, да. Это да. Но на самом деле, когда это слушаешь, понимаешь, как все работает. Вот просто как работает. Во-первых, у меня сразу могу сказать, что чувства идут, что эта задумка была еще где-то в районе между 1950-м и 1970-м годом. Подготовка шла, да. Да, вот прям четко, как фильма какого-то. Прямо натурально. То есть тема, идея была. Идея смены игры, да. А дальше пошла подготовка. Подготовка в виде вот каких-то таких массовых иногда этих вспышек, что люди там видят инопланетя, эти корабли. Или там кого-то там забрали, или еще что-то. Вот. И... То есть такая постепенная подготовка, да. Чтобы не выглядело совсем как сумасшество. Ну, это простые еще в добавок люди. А потом вот началось вот такое, что где-то как... Вроде бы как просочилось среди... Или от военных там просочилось прям вот эта тайна тихонько на ушко. Выдано. Вот такое, да. И уже человек постепенно начинает привыкать, привыкать. Уже это... Уже у него это не выглядит сумасшествием. А так, ум его уже говорит. Ну, кто его знает? А может и правда что-то есть тут какая-то доля. Потом появляется кто-то, кто уже более такой представительный, да. Произносит тоже как бы проговорился. А потом под присягой. Все, уже теперь, уже закрепление такое идет. Все, людям подхватят. Если люди сейчас подхватят это, а как опыт показал, очень легко подхватывается, вот совсем недавно был опыт. Да. Подхватывается очень легко, то все, и игра пойдет. Вот у нас смена игры. Пошла игра уже в такое. То есть они в объективную реальность притянут инопланетяны, люди будут не понимать, что это их сознание продуцирует эту херню. И дальше страхи, и все насекомые станут захватчиками инопланетными. Просто вот реально. Это настолько очевидно. И вот когда это все слушаешь, ты понимаешь, что шла подготовка фильма. Вот как мы 3D, там смотрим 5D, ходим в кинотеатр, да. Ну, а вот сейчас это такая массовая подготовка, единого фильма. И запускается этот фильм. И запускается этот фильм, который не 3D, не 5D, а гипно-D. Спите, спите, и верьте, что это существует объективно. И оно действительно будет. Оно будет, конечно. Но это все дальше человека уводит от себя, как от Бога. То есть не я, Бог, создаю этот сон, в котором я сню чушь. А это существует объективно. Объективная реальность давлеет. Да. Пока у людей вынесен Бог, у них любой сон, вот любой сон закидывай, и он будет реальностью. Но самое интересное, когда это случилось? Это случилось в момент, когда побеждает Трамп. Да. Хотя он-то еще не принял присягу. При этом он внес очень много интересных таких законов. В общем, все, что хотелось, чтобы было реализовано и подписано, он сейчас очень интенсивно начал делать. И поэтому надо вовремя переключить внимание вот с политических событий на инопланетные, убрать внимание общества, дабы оно не пошло на какие-то протестные вещи, потому что там все-таки с выборами все очень так. Но и второй момент, смотри, который тоже ушел так в тень, это то, что Америка позволяет официально бомбить Россию. Это тоже ушло в тень, типа Америка здесь не при делах и так далее. Вот. То есть такие политические вещи были просто, причем такие глобальные политические вещи, начало Третьей мировой войны, по сути дела, было скрыто инопланетянами. Вот они отвлечено внимание. Американцы тупо сейчас сидят на этих инопланетянах и верят в то, что они существуют, не верят в то, что они их сейчас начнут воспроизводить и создавать в силу определенных своих интеллектуальных способностей. И весь мир потом на это подсядет. Но, уведя внимание в эту степь, решены глобальные политические вещи. То есть и дальше Америка опять сидит, потирается руки и говорит, а я здесь ни при чем. Блин, в это время можно даже и Трампа где-нибудь прикончить, когда он свою функцию выполнит. И вот... И это идет. Да в том-то и дело. По событийному ряду это есть. Вот. Но... Но вот на самом деле вот это, смотри, у американцев это все киношное. Возьми этого Байдена, возьми и Трампа. Они все артисты. Все артисты. Причем настолько примитивные, как вот... Но серьезно. Вот просто там и это воспринимается всерьез. Да. Повернись назад и посмотри, кто были американские президенты. Они же большинство были артистами. Да, кстати. То есть, если взять, у них принято избирать вот эту картинку, которая вообще не несет никакой интеллектуальной нагрузки. Да. И то же самое получилось на Украине. Да, потому что... Это непрофессиональная политика. Да, непрофессиональная, но при этом это киношная политика. Киношная политика. Вот она, почему. Втюхай красивую картинку, втюхай заставку, измени фокус внимания, замени комедию на трагедию, в какой-то момент переключи на драму. И вот человек каждый раз такой и все. И дальше у него в голове он не понимает, что это его создание. Да. И плюс Америка очень религиозная страна. Да, да. Причем те религии, которые там существуют, особенно там про мистера Смита и там все вот это вот, ты знаешь, тут стоит задуматься о великом интеллекте. Тут измерение IQ не поможет. Да, на самом деле, потому что настолько продумано все, вот согласись, что продумано настолько... Продумано несколькими семьями, да. Да, и человек... В Америке люди, на самом деле, они не затрудняются подмыслить о чем-то, размышлять. Да, они любую информацию прожуют и проходят ее. Более того, они ее... Не так, как у нас. У нас люди включаются в чужие события и живут ими, болеют за них, готовы ходить на какие-то протесты еще куда-то. Они жуют эту жвачку. Американцы, они внимание свое направили, посидели там у себя в телефонах и пошли заниматься своей жизнью и есть свой попкорн. Все в своей семье, на своем диване. Им похрен на все остальное. Хлоп, и они захлопнулись вот в этой ячейке, но в этой ячейке их сознание уже четко есть заглощена информация, что инопланетяне есть, и ты их ни в чем не переубедишь. Все. Для того, чтобы их перепрограммировать, это, знаешь, напоминает ракушку, которая открылась, схватила кусок грязи, там хлоп, и закрылась. Вот и все. И дальше они продолжают жить в той среде, в которой они живут. А в нашу среду, когда попадает такая информация, то это же человек, он будет ложиться спать с инопланетянами, просыпаться с инопланетянами. Он же не будет картошку сеять, потому что он будет думать об инопланетянах. Просто наши тогда живут вот этим. И тогда кто создает? Наши создают, на самом деле. Тех проглатывают, а создают-то наши, потому что они все время живут в этом. Они живут в этом. А значит, создается. И при этом еще, знаешь, как, ну это же в Америке. Ну да. То есть это вообще, это как, ну это же ученые сказали, это даже. Все, значит, все. При этом совсем недавно настолько был шикарный опыт, произведен во всем. Да, вот шикарный, где было видно, кто вот именно внимания. Кто, что запускает и как управляет вниманием. Да, четко-четко, абсолютно. 19-й год так это показал. Ну уже, люди, включите мозг. Да. То есть он с одной стороны показал, что легко, можно управлять таким путем. А с другой стороны, с другой стороны дал возможность увидеть, ну посмотри, как это все происходит. Ну не будь шавкой, не будь вот этой, не глотай все подряд. Думай, что кушаешь. И опять-таки, кто вот в этом опыте пошел в разрез и показал, что это кино пустое? А кроме Беларуси никто. Единственная страна была, Беларусь, которая показала, ребята, у вас есть своя жизнь, вы свое... Да, свое кино смотрите сами. Своё кино смотрите сами, а у нас есть своя картошка. У нас своя комедия. У нас всё хорошо, у нас счастье. У нас всё хорошо, да. У нас счастье, у нас всё хорошо, и у нас отличная медицина, никто не болеет. Вот, кстати, по поводу 19-го года, пока я сидела там в Таиланде в клинике, и мне там пока наложили этот гипс, не гипс, а пластик это был, это какой-то там очень навороченный пластик. В общем, сидела я там, там пришли китайцы делать вакцинацию. Серьёзно? Да, они прилетели в Таиланд, и они пришли, они боялись заболеть малярией, жёлтой рихорадкой, ещё чего-то, и у них там есть график, и они договаривались о графике продолжения вакцинации, и я так села, и думаю, блин, вы летите отдыхать, и вы так издеваетесь над своим телом. Это ж надо так не любить себя, чтобы всё в себя засунуть. Ну, блин. Но, видишь, они так верят во всё это святое, они по-другому не могут. Так они верят, они, так смотри, как они танцуют, они же танцуют все коллективом, да, на улицах, где одинаково, то есть у них сознание, оно настроено на коллективное, но, ну, тогда посмотри, что происходит, сколько их становится во всём мире. Да. Они же везде послушные. Послушные, управляемые. Да вот мы сейчас, как летели с Пекина, я была в шоке в Минск. Я была в шоке от того, что целый самолёт, практически весь. Весь самолёт китайцев. И я смотрела и думала, куда вы все летите, останьтесь в своём Пекине. Что вам тут? У меня было время на эту тему думать. Я просто так сидела, и возле меня попались такие китайцы не очень. Ну, как, вот мы же там вроде рядом сидели, да, но так получилось, что там ехали ребята, которые сперва громко кашляли, потом рыгали, потом сморкались, а потом пердеть начали. Я так ехалу, ехали как мне долететь. В самолёте это жёстко, конечно. Даже кондиционеры не помогали с вентиляцией. А 10,5 часов – это 10,5 часов. Ну, вот, на самом деле, вот это, 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 да. Это об уровне культуры, на самом деле, и во всём остальном. Ну, да, это если у меня когда-нибудь... Представляешь, скоро с инопланетянами летать будем. Вот по тарелкам. Помнишь, это в фильме было, как в туалет захотел инопланетян. Это вот сейчас под историю с китайцем, который ходит раз в год в туалет. Не помнишь это в «Звёздных войнах» там? И как он зашёл, и весь такой, весь в дерьме, в зелёном вышел. Ну, просто он такой радостный сходил в туалет раз в год. Я просто подумала о том, что вот сейчас вот это кино разворачивается в чистом виде, да? Это же сон? Сон. Сон. Вот. И теперь Катя Лель со своими вот инопланетянами, она вписывается в главную героиню фильма. Понимаешь? Вот что. Слушай, ну, давай начнём с того, что есть вещи, которые даже наука говорила, до 19-го года текли по одному сценарию, да? А в 19-м, с моментом рождения инфодайинга, до Клеска всё поменялось. Ну, сегодня в чате можно было почитать, там данные научные выложены, что наука не может объяснить там некоторые события, что они начали... После 19-го вообще много чего поменялось. Ну, после того, как появился инфодайинг с его приколами, очень многое поменялось. И как бы, да нельзя, тут обычные две женщины сидят, там хрен знает где, и это вообще никак связать. Вы что, сумасшедшие эти все вещи связывать? Да, ну, идите и спите дальше. Ну, вот из этой же серии давай немножко по инопланетянам пройдёмся. Ведь тема-то только начинается. Когда её начинаешь в зародыши, то её очень хорошо и заканчивать в зародыши. Конечно. Особенно, когда ты видишь очевидное, то нет. Это ж можно так сказать, это не моё кино. Мне неинтересно. Да? Давай. Давай, пускай Бог отвернётся от них. От напонятя. И настройся на этот мир. И мы просто его сейчас утилизируем, но он есть уже. Поэтому раз мир есть, а мы его сейчас утилизируем, поблагодарим, засветим, тоннель перекроем. И на это место можно посеять что-нибудь ещё. А что мы на это место можем посеять? Какой фильм? И давай на это место посеем. На это место мы посеем, что все люди вдруг как очнулись. Выключение военных действий по всему миру. Да. Выключение просто раз, и люди вдруг отказались от оружия, от использования оружия. Как просыпание, завершение всех войн. Просто завершение. То есть раз, и можно договориться. Раз, и фокус. Фокус внимания идёт на создание. Но видишь, я говорю и понимаю, что для этого надо будет, чтобы фокус создания, фокус ушёл в страх. Смотри, как страх нужен. Нужен страх очень нужен. А для этого надо, чтобы произошло какое-то природное явление такое жёсткое очень. И тогда люди просто в испуге от этого природного явления готовы будут отказаться от оружия. Да. Вот почему так раз, и появляется ангел на небе и говорит, и все падают. Так вот, природное явление, блин, но это тогда будет планетарного масштаба. Я даже зависла. И здесь надо найти крайнего. Ну, лояльно, чтобы не уничтожить всё. То, что уже там Арктика или Антарктизм да зазеленели, ладно. Пустыня у них уже зацвела, бля, вы ждали всю жизнь, чтобы она зацвела. Она уже цветёт. Уже всё, уже пророк пришёл, блин. Она цветёт. Вы всё равно воевать не перестали. Но мне глобально хочется что-то с Африкой и Австралией сделать. В эту сторону тянет, чтобы тряхануло немножко. Ну, а что это изменит? Подожди, тут надо... Страх. Что включить страх в людях? Ну, тоже надо, чтобы этот страх переключил на интересность. Отказ от оружия. А здесь именно отказ от оружия. Что касается, получается, всего человечества. Понимаешь, тут просто как наблюдение. Надо. Тогда давай мы с тобой не публично. Надо. У человека должен возникнуть панический страх. Без панического страха отказа не будет. Только панический страх и вот переключает внимание. Вот смотри, та же самая Америка не разрешила бы наносить удары по России, если бы она четко знала, что вот как только произошел первый удар, у нее там в центре Нью-Йорка происходят какие-то события, которые просто опускают это вот очко ниже плинтуса. Как только зло пошло в одну сторону, внутри тут же взрыв. Вот это так, кстати, и тело касается. Как только человек направил на кого-то что-то внутри происходит, вот тогда остановочка. Ну, видишь, тогда надо ставить дополнительные зеркала. Вот это в том-то и дело, вот она магия появления. Вот это для чего нужно. То есть нет ничего плохого, нет ничего хорошего, все нужно. Все нужно, все инструменты нужны. Правильно пользоваться этим инструментом надо, а не бездомно. Да. Какое интересное поле для экспериментов. У нас сегодня, кстати, с тобой эксперименты с коллективным и совсем скоро. И я думаю, мы сегодня интересные штуки подкладываем на конструктив, на то, чтобы военные вещи все эти повыключались и подумаем, что делать со страхом. Со страхом можно сделать за счет природных катаклизмов, а можно сделать за счет перенаправления зеркал. Да. И, наверное, так проще. И это лучше всего. Дабы каждый не устроил соответственность за то, что вершит. И тогда не надо будет никакой экологической катастрофы. Да. и это будет разумно. И это разумно. Когда, да. А тот, кто принял решение о войне... надо правильно. Да. то есть, когда ты... то есть, который для этого как раз момента и нужен. Так же, как хирург знает, да, какой инструмент надо взять в какой-то момент, чтобы... Или как повар знает, что вот ножико можно порезать, вилочкой можно наколоть. Сейчас образ такой, да. Это в фильмах любят использовать. Вот человек умирает, там прибежали черти, под руки посхватили, убежали. Вот с Байденом будут бежать инопланетяне. Вопрос, куда понесут. Да, этот Байден не виноват. Ну, в смысле, он и не знает, что он делает. Ну, да. Ой, слушай, сейчас такие мысли просто постебаться хочу. Давай отключаем камеру. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон»